Кадры, вернее их дефицит, самый больной вопрос в агропромышленном комплексе. Ежегодно в сельхозпредприятия региона требуются агрономы, зоотехники, ветеринары, инженеры-механики. Их подготовкой занимается и Нижегородская сельхозакадемия, и два сельскохозяйственных техникума, находящиеся в работках и в Ордатве. Но их выпускники плавно растворяются на просторах региона, не восполняя ежегодный дефицит в 300-350 специалистов. Часть из них, конечно, идет работать сельхозпроизводством, заменяя пенсионеров, но многие уходят в дочерние отрасли. Выпускники инженерного факультета в сервисные предприятия, ветеринары в частные клиники, коих сегодня великое множество. Агрономы и зоотехники нередко становятся консультантами фирмок, торгующих семенами, удобрениями, кормовыми добавками. По сути, они работают по специальности, и то, что их в эти фирмы с удовольствием принимают, говорит о достаточно высоком уровне аграрного образования в регионе. Но вот в сельхозпредприятиях дефицит специалистов из года в год сохраняется. В разговаривании с коллегами сталкиваются с ситуацией, когда они воспринимают вот это вот все как какую-то безысходность. Вот а где взять? Там начинаются поиски, переманивая. В то же время никто пальцем о палец не хочет ударить для того, чтобы получить эти кадры из академии, вырастить, воспитать, кого-то уговорить, отправить, учиться. Или в техникум, или в академию. Мы привыкли в свое время, что нам присылают эти кадры. И если это по-другому, уже возникает недовольство. Примерно такая же ситуация в сельском хозяйстве и с так называемыми кадрами массовых профессий. Операторы машинного доения, водители, трактористы, их на селе тоже не хватает. И опять же, они вроде бы и есть, их готовят. Ну, разве что за исключением операторов машинного доения. На доярку сегодня не учат нигде. Вернее, само хозяйство учат прямо у себя на месте. А вот водители и многочисленные автошколы штампуют пачками. Трактористов тоже многие колледжи выпускают. Но учат их правилам дорожного движения, да по дороге рулить, не давая даже самых элементарных знаний об устройстве автомобиля. Я сам разговаривал с одним таким новоявленным водителем, который не знал, как завести машину. Говорит, нам инструктор ее всегда заведенную подгонял. Они не знают после выпуска из автошколы, как залить бензин в топливный бак, где находится бачок омывателя, даже как открыть капот не знают, не говоря уж об элементарном обслуживании техники. Такие специалисты сельхозпредприятиям уж точно не нужны. Мы сейчас на данный момент активно развиваем растеневодство в нашем агрохолдинге, поэтому мы увеличим ежегодно пассивные площади. Нам высокая потребность в высококвалифицированных кадрах, которые механизаторами, соответственно, являются, которые будут работать на современной высокопроизводительной технике. Нам нужны не просто механизаторы, а механизаторы, которые понимают и в цифровой сфере. Потому что у нас каждый механизатор на сейчас имеет свой смартфон, он знает свою задачу на каждый день. И вот это уже кадры нового века. И вот мы как раз рассчитываем на то, что Книгининский университет будет готовить как раз под эти задачи тех людей, которые будут, а не просто механизаторами, они еще будут инженерами, которые будут эту технику организовывать, ремонты и обслуживание, и развитие. Но и в целом для сельского хозяйства это просто такой проект, он необходим. Особенно сейчас мы понимаем, что сельское хозяйство становится еще более актуально, и еще больше все предприятия смотрят на нас и спрашивают, когда же вы нам дадите кадры наконец-то, чтобы они пришли работать к нам на предприятии. И мы понимаем, что, конечно, мы, образование, единственные, кто может подготовить кадры и должны это сделать правильно и грамотно. И здесь нашей площадкой стороны образования, безусловно, выступает наш Книгининский университет, который имеет большой богатый опыт подготовки кадров в этом направлении. О Книгининском университете речь зашла не случайно. Этот вуз выиграл государственный грант на создание образовательно-производственного центра сельского хозяйства по направлению механизации. Одна специальность среднепрофессионального образования, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники. Это уже инженер. Это техник, механик. Сельскохозяйственное. Да, вот среднепрофессиональное образование. И две рабочих профессии. Это, значит, мастер сельскохозяйственного производства и тракторист-машинист. Мы сейчас их, в общем-то, будем готовить на более совершенной, значит, основе. Под это дело выделяется, значит, федеральным правительством 100 миллионов. И, значит, работодателей и регион выделяет еще 19. Всего 119 миллионов. Под этот, значит, вот, под этот проект уже подготовлены инфраструктурные листы с покупкой сельскохозяйственной техники, значит, которые мы будем покупать по направлениям, это, значит, зерновое производство, кормопроизводство. И вот по этим направлениям будем мы, в общем-то, работать. Такие гранты просто так на голом месте не дают. Княгининский вуз со дня своего основания готовит инженеров для сельхозпроизводства, параллельно обучая их вождению и устройству автомобиля, трактора и прочей сельхозтехники. Но все же это инженеры, специалисты с высшим образованием. И после вуза пойти работать трактористом мало кто захочет. Теперь же здесь, в вузе, будут готовить водителей и трактористов, но со знаниями инженера, которые после обучения любую машину смогут по винтику перебрать, которые будут досконально знать устройство любой сельхозтехники. Задача, во-первых, подготовить специалистов, тех, которые нужны, уже на более современной технике, такой техники, которой мы будем покупать, ее, в общем-то, нет. Мы сейчас учим на технике 70-х годов. Вот это первая задача. И вторая задача, о которой уже вы говорите, это закрепить. Действительно, две задачи обучить. Значит, здесь сейчас разрабатывается вместе с Министерством просвещения, значит, идет разработка новых программ, более гибких, чтобы они больше, значит, работали, значит, на производстве, учились, значит, в общем-то, элементы дуального образования будут, значит, в общем-то, внедряться, вот в эти программы, и, по большому счету, сейчас идет вопрос даже о каком-то сокращении, значит, сроков обучения даже. Вместе с Княгининским университетом в создании этого центра участвуют пять техникумов и одна средняя школа. В техникумах есть высококлассные мастера производственного обучения, которые вместе со своими студентами будут приезжать сюда, в Княгинино, и наряду с базовыми знаниями, которые им дают в техникуме, изучать на практике самую современную сельхозтехнику и даже работать на ней. Ну, а в школе будет вестись профориентационная работа, ведь не всем же учиться в вузах. Может, кто-то захочет получить качественную рабочую профессию. Хотел отойти вот от этого, знаете, которое было, там, ПТУшник, не ПТУ, но вот этот вот такой оттенок, который неправильный абсолютно, и вот этот проект, он меняет коренным образом вообще восприятие среднего профессионального образования, потому что мы должны понимать, что у нас из 30 тысяч девятиклассников, вообще говоря, 16 идет в колледжи. То есть это большие части, как раз это те кадры, которые, по сути, могут оказаться уже у нас на предприятиях через год-полтора. И самое главное, есть специалисты, молодой преподавательский состав, средний возраст, который 38 лет, и кандидаты наук, и доктора наук, которые могут, и мастера производственного обучения, которые, в общем-то, есть. Самое главное, во-первых, чтобы кого учить направленно, кем учить, и на чем учить. И для кого учить, четвертый, да, и для кого учить, чтобы они знали, что мы учимся, значит, что мы придем, что мы придем в эту организацию, у них вот здесь есть выбор, но это не говорит о том, что вот мы приглашаем другие, значит, можно участвовать в этом, и другие сельскохозяйственные организации. У нас договора заключены с более 300, значит, сельскохозяйственных разных организаций, там, крестьянских, фермерских хозяйств, и, значит, в общем-то, ООО и других организаций заключены договора, поэтому они тоже, мы их приглашаем к участию в этом проекте. Смысл этой техники, вот этого проекта, чтобы она была, значит, зимой стояла как экспонат, а летом работала в поле, чтобы ее зимой, в общем-то, готовили, те же ребята, значит, готовили, а летом выезжали на ней в поле на практику. Как раз в те предприятия, которые вложились в этот проект. Да, вот такая, в общем-то, идея. О предприятиях, которые вложились в этот проект, разговор особый. В большинстве своем это крупные организации, работать в которых считается престижным. Ну, судите сами. Торговый дом «Аград», агрофирма «Весна», княгининское «Молоко», агрофирма «Русское поле». Крупнейшие организации региона, связанные с агропромышленным комплексом. Вот уж им-то вроде и грех жаловаться на дефицит кадров. Но, тем не менее, они сами выразили желание участвовать в этом проекте. Да, мы платим определенные деньги, мы подписали соглашение. Это будет около трех миллионов рублей для нашей организации. Мы готовы соинвестировать вместе с группой сельское хозяйство. На самом деле, грант, который будет выдан в 100 миллионов, это очень серьезные деньги. И это очень хорошо. Мы очень рады, что правительство обратило внимание на эту проблему, именно профессионалитет среднего образования. На самом деле, это давно назревшая и очень важная проблема. Нам необходимо от 10 до 20 человек ежегодно привлекать высококлассных механизаторов. Я надеюсь, в ближайшие уже годы мы будем привлекать и на практику, и по итогу с практики они обязательно будут трудоустраиваться к нам в компанию. Как компания, наше автомобильное подразделение уже давно сотрудничали с Киевским университетом, поэтому это позволило нам оценить, что это за университет, какая корпоративная культура внутри университета, какой кадровый состав, как относятся к ученикам. То есть мы все это увидели изнутри. И сотрудничество до этого не подразумевало никаких денежных вложений со стороны работодателя, но мы увидели самое главное, то, что есть реальный живой интерес у университета привлекать хороших, привлекать работодателей с одной стороны, а с другой стороны воспитывать и готовить учеников. Расположение университета вне центра субъекта федерации, оно ведет к качественно иному портрету ученика, который там учится. И это является очень важным таким градообразующим фактором, потому что мы для себя увидели, что там, условно говоря, на 100 учеников, которые есть в Книгининском университете, может быть гораздо больше реальный практический выхлоп в части людей, кого мы готовы трудоустроить в компании. Потому что люди понимают, что они хотят, за ними следят учителя, которые понимают, какая у них конечная цель. И вот эта вот уникальная атмосфера такой хорошей семейственности, что ли, формирует очень доверительное отношение между учителями и учениками. И, соответственно, выхлоп очень хороший по людям. Работодатели вложились в проект не только деньгами. Ежегодно они будут брать студентов на практику. Причем практика эта будет длиться целый год параллельно с учебой. А затем этих студентов они же и трудоустроят. Они, значит, будут, значит, как базами практик, значит, они будут принимать, значит, студентов, представлять производственные площади, представлять наставников, которые, значит, будут работать непросто. Когда иногда приходят студенты, значит, вот тебе дали, значит, это трактор, который никогда не ездил, вот ты ее ремонтируй. И такие случаи, значит, у нас бывали. И это ходят вокруг него какие-то студенты, практиканты, посмотрят, плюнут и побежали. И на всю жизнь отпала охота работать в сельском хозяйстве. Да, и у них на всю жизнь отпала охота работать в сельском хозяйстве. Поэтому вот сейчас здесь, значит, вот это, значит, все это, собрать опыт того, что, значит, было раньше, значит, в сельскохозяйственном производстве и в образовании. И новые подходы современные с применением информационных технологий, с применением современной техники. Вот такой, значит, на сегодняшний день, значит, подход. Сейчас используются самые современные технологии. Кругом цифра, программирование, вот, кругом роботы, автоматические линии. И молодежи это очень интересно. Это то, чем они живут, по сути, своей, с самого детства. У каждого в руке смартфон, телефон, они понимают, что делать. Им немножко не хватает понять, как это привязано к современному производству. И вот эта программа и призвана дать именно это, чтобы люди, которые, ну, молодежь наша, которая учится, могла, так сказать, найти вот это свое место вот в этом современном мире производства. На самом деле технологии ушли очень далеко вперед. И мы строимся по-прежнему. У нас реализуется проект новый по строительству творожного цеха. Нам будет нужно порядка 90 новых специалистов. И мы испытываем тотальный дефицит. Нам обязательно они нужны. И для того, чтобы они появились, мы прилагаем очень много усилий. Но мы учим их сами. А сейчас, вот, с учетом вот этой программы профессионалитета, эта проблема будет решаться на уровне государства. И это крайне важно в данный момент. Почему? Потому что молодежь, она как губка впитывает все лучшее. И очень быстро учится на современном оборудовании. Для них это в какой-то степени даже немножко как какая-то определенная игра в начале. Но потом они начинают понимать, насколько это серьезно. И, соответственно, уже показывают очень хорошие результаты. Скорость обучения очень высокая. И для этого просто нужно дать им эту возможность. Во-первых, мы поднимаем статус среднепрофессионального образования. Во-вторых, мы изменяем чуть-чуть процесс подготовки кадров, именно осуществляя еще большую интеграцию работодателя и учреждения среднепрофессионального образования. И, безусловно, это приведет к тому, что наши работодатели получат грамотных, квалифицированных сотрудников в более короткий срок. Причем, поскольку работодатель будет непосредственно сам вовлечен в процесс подготовки кадров, он уже будет нам подсказывать где-то, какие еще необходимы компетенции сформировать, какие еще навыки и знания дать. И в этом случае уже, знаете, вот очень часто говорят, раньше говорили предприятия, ну вот вы подготовили того, кого нам не нужно. Вот здесь уже эта фраза просто будет неуместна, потому что мы будем готовить вместе, готовить с запросом, который есть в настоящий момент, по тем направлениям подготовки. Учебные планы, естественно, тоже согласованы и скоординированы. И, безусловно, я считаю, что это новый этап развития самой системы среднепрофессионального образования. И очень здорово, что нашему региону удалось войти тремя основными, я считаю, для России направлениями. Это металлургия, машиностроение и сельское хозяйство. И, безусловно, дальше только больше. И мы, конечно, в числе пилотных регионов, где этот проект запустился, и тоже понятно, почему. У нас очень сильная система промышленности, у нас очень сильная система среднепрофессионального образования. И, конечно, объединяя ресурсы, мы сможем добиться еще более синергетического такого эффекта развития. Первые 150 человек будут приняты по новой программе обучения уже в этом году. На будущий год число обучающихся удвоится, еще через год утроится. При этом 80% студентов будут проходить целевое обучение, то есть по окончанию учебы они гарантированно будут трудоустроены.